МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День города. Смотрите сегодня. Крыша потекла. Жильцы многоэтажки в московском районе продолжают поиск тех, кто должен починить кровлю. Литературный пикник. Сказочные тесты, игры и викторины. Мероприятие для всей семьи прошло сегодня в Рязани. Неисправная кровля в доме 21-1 по улице Комбайновой проблема уже много лет. Жильцы верхнего этажа живут в окружении плесени, сырости и грибка. Стены не просыхают, потолки рушатся. Но самое опасное – вода льется прямо в электрощитки. Пока жители не могут добиться исправления ситуации ни в одной инстанции. Вот уже год длятся судебные тяжбы Александра Тюгаева с ЖЭУ номер 8. В прошлом июле 24-го числа в квартире его родителей случился серьезный пожар. Был дождик. Заключение МЧС поставлено на том, что было возгорание в середине комнаты в районе люстра, на потолке. ЖЭУ вину не признает. У них, ну, у нас крыша не течет и все. В данный момент идет судебное разбирательство. Вот даже повестки достал сегодня. Пойду получать суд. У него живут с ним еще двое родителей. Папа лежачий. Он за ним нужен с постоянным уходом. Мама перенесла операцию на сердце и едва ходит. Сейчас в квартире нет ни электричества, ни отопления. Под потолком вместо люстры висит ведро. Ведь ситуация с текущей кровлей с тех пор неизменная. И каждый дождь заканчивается водопадами прямо в квартиру. При этом мать Александра, человек советской закалки, всю жизнь проработавшая на заводе, продолжает ежемесячно оплачивать все квитанции. Ситуация касается большинства жильцов. У соседа через стенку, к слову, рухнул потолок от постоянных течек. А стены, под отвалившимися после очередного ливня, обоями оказались сплошь покрыты плесенью. Мужчина, к слову, тоже собирается судиться. Слояние дома, там как раз все видно с моей стороны у соседа. У него вообще потолок обвалился. Скажем, тогда арматура торчит, которая уже сгоняла даже. Соседние подъезды страдают от дождей не меньше. Каждый облачный день сулит людям ухудшение погоды в доме. Течет очень давно. Обращался в ЖК. Обещают сделать, никогда не отказывают. И, может быть, даже что-то и делают. Но как текло, так и течет. И самое страшное то, что вот оно протекло, и вроде бы дождь прошел, и вроде бы как все. Но у меня продолжает течь. Видно, где-то там попадает вода в какие-то полости. И еще потом неделю течет. Единственное, что спасает, что это у меня в кладовке. Это темная комната. И частично в туалете. Чернота там у меня, грязь, грибок. Я не знаю, что. Это одно. Второе. Над электрическим щитом у нас то же самое. Значит, вода течет прямо в электрический щит. Заливать его. И не дай бог повторения вот Сашиной проблемы. Мне точно гореть придется, потому что это все над моей квартирой. В ЖУ номер 8 мы дозвонились. Главный инженер Ирина Махно так объяснила ситуацию. Несколько лет назад на этом доме проводился капитальный ремонт кровли. Существующее асфальтобетонное основание на крыше было заменено на цементно-песчаное. И вот это цементно-песчаное основание, вновь смонтированное, сделанное подрядной организацией, оно все эти годы дает трещины. И когда мы укладываем на это основание рулонное покрытие, то вместе с порывами основания рвется и верхние рулонные слои. Мы периодически устраняем эти дефекты, стараемся, но, к сожалению, образуются новые и новые участки повреждений. Ну, то есть, по факту, это вопросы скорее к подрядной организации, если я правильно понимаю, которая некачественно совершила ремонт. Гарантийные сроки уже прошли. Это больше 10 лет уже прошло. Но просто вот эта цементно-песчаная стяжка, она себя так ведет. Капитальный ремонт кровли в этом доме запланирован на 2034 год. Но местные жители считают, что в таких условиях опасно жить уже сегодня. Дело о пожаре в квартире Александра ведет юрист из Общества защиты прав потребителей. А мы будем следить за развитием ситуации. Почти два килограмма сортовой конопли обнаружили полицейские в одном из коттеджей. Предположительно, их незаконно выращивал житель Рязанского района. Полицейские подозревают, что он изготавливал из нее марихуану. Это внутреннее убранство одного из коттеджей в Рязанской области. И хоть на первый взгляд на этаже выглядит все довольно аскетично, приоритет здесь отдается садоводству, говорят полицейские, а не проживанию. В этот дом силовики попали не просто так. В рамках проведения оперативно-профилактической операции МАК сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Рязанскому району пресекли противоправную деятельность 46-летнего мужчины. Он подозревается в незаконном возделывании в домашних условиях элитных сортов конопли и изготовлении из нее марихуаны. Задержали мужчину прямо в автомобиле. Операцию провели совместно полицейские и бойцы грома. У 46-летнего рязанца при личном досмотре оперативники изъяли 10 грамм марихуаны. А это уже оперативное видео из домовладения этого мужчины. На втором этаже коттеджа полицейские обнаружили целую площадку для выращивания конопли. Больше 10 емкостей с кустами сортового каннабиса, лампы дневного света и вентиляторы. Рядом расфасованная и рассыпанная хранилась готовая марихуана массой 1 килограмм 775 граммов и еще 500 граммов фрагментов кустов конопли. Все оборудование изъяли. В отношении злоумышленника следователем ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело о незаконных изготовлении и хранении наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. За незаконное культивирование наркосодержащих растений 46-летний житель Рязанской области будет привлечен к административной ответственности. Больше 5000 работающих рязанцев получают пособие по уходу за детьми до полутора лет. Выплату эту предоставляет отделение социального фонда России по Рязанской области. Ежемесячно на это выделяется свыше 65 миллионов рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет чуть больше 33 тысяч рублей. Минимальный немногим больше 8,5 тысяч. Сумма эта зависит от заработной платы того родственника, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Это может быть как мать или отец, так и братья или сестры, или даже бабушка с дедушкой. Однако два человека одновременно в таком отпуске находиться не могут. Оформить выплату по уходу за ребенком до полутора лет можно путем подачи заявления у работодателя. Выбрать способ доставки можно с помощью личного кабинета на портале госуслуг или обратившись лично в любую ближайшую клиентскую службу. Работодатель эти сведения передает в соцфонд. Уже через 10 дней первая выплата придет напрямую родителю. После выплаты будут идти каждый месяц 8 числа. Кстати, право на пособие сохраняется, если человек продолжит работать во время такого отпуска. Однако условия все же есть. Либо выходить на неполный рабочий день, либо трудиться на дому. Сумма пособия зависит от размера заработной платы родителя. Размер выплаты равняется 40% от среднемесячного заработка за последние два года. При этом, если в семье несколько малышей, которым нет полутора лет, то пособия суммируются. Однако сумма их не превышает 100% среднего заработка. Рассказали в соцфонде и про то, что произойдет с выплатами, если организация просто закроется. Тогда она будет составлять 40% от среднего заработка, но не больше 17200 рублей. А вот если человек уволится по собственному желанию, то пособие назначат с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. Партнер программы «День города» выставка продажи икра и рыба «Камчатская». Свежая и вкусная рыба и красная икра до 22 июля включительно возле центрального входа в торговый центр «Премьер». В Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального МЧС. Во вторник, 18 июля, местами ожидаются грозы с усилением ветра до 13-18 метров в секунду. Местами сильный дождь в отдельных районах Град. Отмечается, что плохая погода сохранится ночью и утром 19 июля. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать простые правила безопасности, не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями. По возможности, стоит ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите на готове электрический фонарь. Не пользуйтесь для освещения открытым огнем. Это опасно и может стать причиной пожара. Если вы стали участником или свидетелем трагедии для вызова пожарных и спасателей, звоните по телефону 01, для мобильной связи 101, единый номер вызова экстренных служб 112, единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области 8 4912 21 63 04. Семейный литературный пикник в рамках сетевого проекта «Книги в парках» прошел сегодня в парке возле Рязанского дворца молодежи. Участники мероприятия познакомились с одним из жанров устного народного творчества – сказками. А также узнали, ради чего сказочный герой может уйти за 3-9 земель и преодолеть самые немыслимые препятствия. Кто главный враг? Владимир. Так значит, сказка у нас в стране называется «Он через семеро козля». Колобок, царевна лягушка, теремок. В сквере около дворца молодежи прошел семейный литературный пикник. Кроме русских народных сказок, здесь обсудили и известные детские произведения отечественных писателей. Мероприятие прошло в рамках сетевого проекта «Книги в парках», цель которого – пробудить интерес к чтению у людей всех возрастов. Наше детство начинается со сказок, да? Вы согласны, я думаю. Когда мы еще маленькие, нам родители читают сказки, потом мы сами читаем. Сказки, они очень лиричные, нежные, познавательные. В сказках народных всегда добро побеждает зло. Кроме народных, еще литературных. Конечно, обязательно Александр Сергеевич Пушкин. Куда без нашего классика, непревзойденного. Так что сказки – это все, это душа народа. На пикнике дети проявили свою эрудицию, смогли угадать персонажей любимых сказок по описанию. По словам сотрудников библиотеки, именно благодаря главным героям, юные книголюбы могут воспитать в себе человеческие ценности, узнать извечные истины и даже изучить правильные социальные модели поведения. Ведь, как гласит народная мудрость, сказка – ложь, да в ней намек. На самом деле, психологи сейчас меня наверняка поддержат, что в сказках дети прорабатывают свои страхи. А родители дают им схему поведения в сложных, нестандартных ситуациях. Ведь колобок почему-то убежал из дома. Разве так можно делать? Нет, конечно. На примере этой сказки мы показываем, что так делать нельзя. А как надо? А вот мы поговорим, когда сказку прочитаем. Я люблю читать. Моя любимая, даже, ну, допустим, будет «Семер козлят». Маленький любил ее. Получительно, что, ну, не надо доверять всем незнакомым. Лето – прекрасная пора для прогулок на свежем воздухе. А в компании любимых сказочных друзей такое времяпрепровождение становится познавательным и увлекательным. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все новости к настоящему часу. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 17 по 22 июля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова